МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа тема дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Отреставрировать, чтобы снести жилой дом в Липецке после капитального ремонта признали ветхим жильем. В Симферополе прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию становления советской власти в Крыму. Совет Евразийской экономической комиссии планирует обсудить вопрос повышения пошлин на интернет-покупки. Более 30% жителей страны отказываются платить за капитальный ремонт. Во многих городах проходят акции протеста, митинги и пикеты. Россияне не понимают, на что уходят их деньги. В Липецке после капитального ремонта жилой дом решили снести. С подробностями Рустам Сабанчеев. А не Сухоставской страшно жить в собственной квартире. Того и гляди, упадет потолок или обрушатся стены. Уже вот вздулись обои, вот пошла трещина, это к соседям, вот-вот. У нас вся квартира в трещинах. То есть мы даже боимся обои снимать, ремонт делать. Боимся, если снимем, это все просто осыпется. Дом номер 6 по улице Бачурина не ремонтировали с 1994 года. Постройке уже около 70 лет. В прошлом году здание все же решили привести в порядок. Обновили крышу, трубы и отштукатурили фасад. Только жители дома опасаться за свои жизни меньше не стали. Мы боимся, что дом обвалится. Там еще сказали, что даже на крыше перекрытие не меняли. А мы хотим еще жить, у нас внуки есть. Спустя два месяца после капитального ремонта дом попал в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Получается, деньги на ремонт были потрачены зря. Чиновники объясняют сложившуюся ситуацию тем, что на инспектирование дома не хватило сил и средств. По закону оценка здания должна проводиться по 500 пунктам. Но в городе всего 4 специалиста, и они не в состоянии оперативно работать. Областной фонд капремонта своей вины не признает. Дело в том, что у фонда капитального ремонта нет такой обязанности и законодательной возможности признавать дома аварийными, оценивать техническое состояние. Основная наша функция как заказчика – это проведение капитального ремонта. На основании тех данных, которые нам подают органы местного самоуправления. Получается, что дома в Липецке демонтируют не в соответствии с надлежащими документами. По словам сотрудников фонда капитального ремонта, в области около 800 домов, которые должны быть признаны ветхими и аварийными. Между тем, деньги в фонде осваиваются, и жители города продолжают платить за капитальный ремонт. Рустам Сабанчеев, Красная линия. В Симферополе состоялись праздничные мероприятия, посвященные 95-летию установления советской власти в Крыму. Коммунистами Крыма совместно с Центральным комитетом КПРФ были организованы и проведены торжественные мероприятия, которые напомнили жителям республики об истории установления советской власти на полуострове. Автопробег по маршруту Симферополь-Армянск-Красноперекопск занял особое место в праздничной программе. Автопробег, в котором мы сегодня участвуем, мы большой группой наших товарищей вместе с крымчанами, посвящен той дате, в честь которой проходит целая череда мероприятий. Он посвящен 95-летию освобождения Крыма от белогвардейцев, от варангельевских частей. С этой даты связано установление советской власти в Крыму. Это очень важный период в жизни нашей страны. В гражданской войне была поставлена очень важная точка. Оставалось освободить только Дальний Восток. Но когда центральной России уже ничего не угрожало, Советская Республика могла приступить к мирному созидательному строительству. Мероприятия завершились в Красноперекопске массовым митингом у мемориального комплекса, посвященного трем штурмам Перекопа. По окончании митинга собравшиеся почтили память погибшей в годы гражданской войны и возложили цветы к вечному огню. Российские туристические операторы оценили убытки от запрета полетов в Египет более чем в полтора миллиарда рублей. Они добавили, что продажа туров в Египет напрямую или через третьи страны была прекращена. Коротко о других событиях в мире. Военно-космические силы России за прошедшие выходные нанесли авиаудары по 472 объектам исламского государства. В Министерстве обороны заявили, что боевики понесли наибольшие потери с момента начала операции ВКС в Сирии. Деятельность ИГИЛ запрещена в России. В Брюсселе сохраняется режим террористической опасности. Продолжается операция бельгийской полиции по пейнке главного подозреваемого организации теракта в Париже. Во время обысков в историческом центре Брюсселя полицейские задержали более 15 человек. Координатор кампании США против исламского государства Брэд Маккурк заявил, что в Сирию скоро прибудут бойцы спецназа Соединенных Штатов. Напомним, что отправку американских военных на помощь отрядам курда в Сирии Барак Обама санкционировал в октябре текущего года. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что в течение следующих трех лет объем сделок с Ираном может вырасти на 3-4 миллиарда долларов. Он отметил, что готовится ряд совместных проектов в аэрокосмической сфере. Совет Евразийской экономической комиссии обсуждает вопрос повышения пошлин на интернет-покупки. На данный момент посредством интернет-торговли россияне могут покупать в месяц товары на сумму до 1 тысяч евро и весом до 31 килограмма без уплаты каких-либо сборов. Крым впервые посетил иностранный посол, глава миссии Никарагуа в России Хуан Эрнеста Васки-Сарая. О новых планах сотрудничества России и Никарагуа рассказывает наш обозреватель Мариневы Сканян. Никарагуа стала одним из первых государств, сразу же признавших Крым частью России. А теперь на полуостров впервые с официальным визитом прибыла делегация Никарагуа во главе с послом Хуаном Эрнеста Васки-Самарая. Как заявил дипломат во время встречи с главой республики Сергеем Аксеновым, цитата, «Россия для нас не только стратегический партнер, это братская страна. Несмотря на то, что Никарагуа и Крым разделяют 12 тысяч километров, мы хотим, чтобы наши народы были ближе друг к другу», – конец цитаты. Москва для Никарагуа действительно настолько важный партнер, что в этом году День дружбы с Россией был объявлен государственным праздником. Как заявил в своем выступлении глава комиссии по международным связям парламента Никарагуа Хасинто Суарес, цитата, «После революционной победы сандинистов в 1979 году Советский Союз проявил национальную солидарность и помог защитить людей в войне, пожалуй, самой страшной в нашей истории». Конец цитаты. Никарагуа планирует поставлять в Крым свою сельхозпродукцию – кофе, овощи и фрукты, мясо, морепродукты. В то же время никарагуанцы намерены втрое увеличить закупки российского зерна, а в перспективе самостоятельно перерабатывать его в муку и продавать в другие страны Латинской Америки. На днях Монагуа посетила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова, чтобы обсудить строительство завода по производству вакцин. Как отметил посол Васкес Арая, его страна надеется на помощь России в развитии никарагуанского флота. С этим был связан и его визит в Крымский федеральный университет, где со следующего года начнут обучение никарагуанские студенты. Технические специалисты нужны для осуществления самого масштабного в мире на сегодняшний день инфраструктурного проекта – строительство никарагуанского канала, который должен стать альтернативой панамскому. Общая стоимость проекта – 40 миллиардов долларов. Главными инвесторами являются китайские компании. Россия же будет обеспечивать безопасность канала. Он пройдет от Тихого океана к Атлантике. Его длина составит почти 280 километров. Глубина – около 27 метров. Ширина – до 500 метров, что позволит пропускать самые большие и современные суда. США уже сейчас стараются не допустить появления неподконтрольного им маршрута, по которому в 2019 году может пойти почти 4% всех морских перевозок и который усилит позиции России и Китая в Латинской Америке. Но в Никарагуа надеются, что совместно с Москвой и Пекином они смогут успешно реализовать исторический для их страны проект. Маринево Сканян – «Красная линия». Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова